Бон джунно, спектатори, дель мио канаве. Чё-то мне бы с итальянским уже заканчивать. Наиграл своих Ассасинскрида вторых и братство. Так вот, собственно, продолжаем прохождение визуальной новеллы Зайчик. Помните вы или не знаете, остановились мы в прошлой серии на том, что... Пришли в школу и к нам пришёл товарищ милиционер. Ну, собственно говоря, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы начинаем. Так, квиктайм-эвент, квиктайм-эвент. Надо подождать, наверное, пока он вернётся, а то он нас смотрит, палит. Никто не обращал на меня внимания, и я открыл папку одной рукой. Палец заспешили, перебирая бумаги. Ксения Талаева, 6 лет. Ушла из дома в конце декабря. Особые приметы. Ага. В сердце подскочило в груди. На фотографии улыбалась круглая лица девочки, не старше Оли. Первая жертва маньяка. Первый ребёнок, растворившийся бесплодным в ночном лесу. Я перелеснул документы. Владимир Матюхин, 10 лет. Вова был вторым. Её варежка болталась на суку. Его имя выкрикивали отчаявшиеся взрослые и повторяло углубливое эхо. Лиля Павловна кашлянула, призывая к дисциплине расшумевшихся учеников. А я дёрнул руку. Папка закрылась. Мы говорим о диких животных. Как известно, в наших лицах водятся волки, медведи, лисы. Людей они боятся. А он палит, палит. Опа, теперь нет. Милиционер встал к классу спиной и заскрёб мелом по доске. Противно заскрежетало. Не-зна-ко-м-цы. В деревне почти все друг друга знают в лицо. Так что чужаков обычно сразу замечают. Увидев незнакомца. Ага. Литёха снова заскрёб мелом, а я, убедившись, что никто не наблюдает, открыл папку и вынул фотографии, прятавшиеся на дне. Они напоминали стоп-кадры из той странной передачи. Только вместо крестов на белом фоне корявые рябины. Артерии корнебиц. Пни и подрезанные молниями сосенки горели. Снег. Много снега. И вдруг... От чёрной постройки тянуло могильным холодом. Но это был не склев. Гараж. Железный. И, судя по деревьям, вокруг установлено прямо в чаще. Чёрные врата словно засасывали меня внутрь. Я уже сталкивался раньше с этим скитающимся по округе контейнером. Вчера. Сначала о нём рассказывал Ромка. Он говорил, что в пропаже детей виновен чёрный гараж. Словно тот был живым существом. А затем посреди густого леса я лично встретился с этой постройкой цвета зияющей бездны. И лисичка сказал, что там прячется в лобо. Пальцы дрогнули, и фотография спланировала назад в папку. К счастью, упала наизнанку вверх. Смотреть на стальную коробку было физически неприятно. На дне папки лежал ещё целлофановый пакет. В каких хранят вещдоки. Я открыл его. А внутри... Ё-моё-моё-мать. Отрезанный палец. Моргнул, и мираж тут же рассеялся. Подожди, это же печатка Семёна, разве нет? Больше не было человеческого обрубка. Зато был перстень. Ошпаренный секундной галлюцинацией, я точно перенёсся в лес и услышал слова Семёна. Ща, порошник, я тебе этой печаткой так заряжу. Перстень тускло бессел на ладони. Я судорожно нажал улитку в кулаке, словно ещё подтверждение, что она настоящая. Так, пардон, сейчас вернусь. Вот, я снова здесь. Я судорожно... Так, это я читал. От неожиданности я клацнул зубами. Вдавился в спинку шту... Стула, затравленная моргая. Милиционер молча сгрёб папку нахмур... Сгрёб папку, нахмурился. Больно ты любопытный, Петро. Что из силы, я попытался выдавить слова. Извиниться, вернуть перстень. Но получилось лишь протянутый сжатый кулак... Проти... Проти... Но получилось лишь протянуть сжатый кулак с кольцом и затарахтеть, как двигатель у папиной машины в мороз. В-в-в-в-в... Как говорится... Меньше знаешь, крепче спишь. В-в-в-вот. Моя прелесть. Вы заполучили печатку за Семена. Он пошёл к доске и не оглядывался. Я всё же мало украденную улику и думал о Семёне. Который теперь наверняка уже мёртв. И ещё раз. Если вы заметите в посёлке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Телефон-то знаете? Да. Ноль два. Ноль два! Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдём. Ну да, подумал я. Поройтесь хорошенько во врагах, может, соберёте. Как Лего. Мысли были злыми и какими-то неуправляемыми. Я и переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел маньяка, стоял с ним плечом к плечу. Подозрительные люди. Хм. Насколько подозрительна была девочка-лиса, разгуливающая в темноте? Чудачка из ниоткуда что растворилась в воздухе со своими загадками и стишками. Но могла ли она причинить вред здоровянному Симону? Сказать ли мне об этом летёхе? Вдруг от моих слов зависит жизнь детей, милой девочке Ксении и Вова? Или меня поднимут на смех, снова начнут шептаться за спиной, а может того ужаснее, сочтутся сумасшедшим. Ромка грозно поглядел на меня через плечо. Вряд ли такой, как он одобрит сотрудничество с милицией. С засидевшими впереди хулиганами беспокойно сновала коса Катя. Рука словно прилипла к парте. До свидания, лейтенант. Тихомов уже прощался с Ели Павловной. Уйдёт. Опоздаю. Так, ну... О чём мы рассказать? Не, ну я на... Если... Ну, короче, я хочу рассказать, но если мы будем рассказывать о драке, я тогда отгружусь. Потому что я не хочу сдавать своих. Я отклеил ладонь от столешницы. Его надо предупредить, хотя бы ради Оли, ради её безопасности в доме и у скрипучих сосен. Я поднял руку, тяжёлую, как гиря. Простите. Два десятка голов повернулись ко мне. Учительница, лейтенант, Полина. Катя толкнула локтём соседку. Заспанный бяши вытянул шею. Вопросительно нахмурился Ромка. Я слушаю. Меня будто изучали, положив под микроскоп. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. А, ну, всё отлично. Одноклассники зашептались. Тихонов нахмурился. Глубокая морщина расчертила его Ромка. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Он же в посёлке безгоду недели. Она убийца. Ой, это от тебя подозрение. Или от своего знакомого. Она сотрудничает с убийцей. И убивает плохих детей, которые плохо учатся. Которые доставляют проблемы. Вполне, вполне. Как вариант. Поэтому она хочет, чтобы... Мы не рассказывали про того мужика, которого мы видели, получается. Когда приходили в школу, когда ждали Алису. И когда мы шли с пацанами, тоже его в лесу видели. Дети захмыкали. Злобно ощерилась Катя. Спокойствие. Антон, а сможешь детальнее описать? Меня осенило. Я могу не только описать, а ещё. Я нарисовать могу. Я рисую немного. Выполнув это признание, я ожидал, что класс взорвётся гоготом. Но никто не засмеялся, даже Катя. Полин заинтересованно смотрел, склонив голову. Внимание одноклассников повстило мне, и осмелев, я спросил. Нарисовать? Тихонов медленно кивнул. Виль Павловна, мы тут проведём следственный эксперимент. Пожалуйста, пожалуйста. Я вынул ручку, разглядывая альбомный листок. Одноклассники вытаращились на меня в предвкушении. Полина улыбнулась, и эта улыбка была мне наградой за проявленную смелость. Ну что, Ван Гог, рисуй. Так. 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 Так, ладно. Ну-ка. Так, можно показать Алису? Чё ещё можно? Ребят. Цой. А, нет. А, вот это... Это Бодров. А это тогда кто? Так. Подожди, это же... Ладно, ладно, всё. Так. Мужик, надо бы в солнце этого мужика. Вроде бы... А, нет, подожди, у него что-то был пластырь, по-моему. Волосы, волосы, волосы. Ну, точно не такие. По-моему, такие. И зайчья губа, вот. Подожди, или у него не было пластыря. У него что-то с носом было. По-моему, это... Ну, попробуем. Вот оно. Это резкое, холодное, будто высеченное из камня лицо. С острым, как битва, прищуром. Я неуверенно протянул готовый листок полиционеру. Вот, примерно так. Примерно? Ван Гог? Вы и вправду умеете рисовать. Да ведь он один в один тот тип. Так вы его тоже видели? Зайчью губу. Видел недавно возле посёлка. Думал он проездом. Давно подался дальше гастролировать. А он выходит здесь, отирается. А ещё он рядом со школой стоял. И в лесу вечером. Тихно посмотрел на меня так, будто видел впервые. Ну, пацан. Ну, молодец. Так, да, зацепка. И хлопнув меня по плечу, он затопал к дверям. Замер. Затем окликнул. Талантливый ты парень. Тебя в Академию Художеств с руками оторвут. Он ушёл. Зазвенел звонок. Лиля Павловна прошагала, смерив меня с заинтересованным взглядом. Ученики притихли разумом, словно на пульте убрали звук. Они следили, как я иду по проходу. И что-то поменялось в их взглядах. Даже в Катином произошли перемены. Я отчётливо вспомнил, как однажды папа заступил за ветерана в автобусе, приспустив пьяных хулиганов. Пассажиры смотрели на него так же. С уважением. Сходив в туалет, умывшись ледяной водой, я вернулся в класс. Но не успел переступить порог, как кто-то радостно окликнул меня по имени. Это была Катина соседка по парте. Улыбнувшись, она мне про... угостила меня конфетой из Китлз. Спасибо. Я пробурчал слово благодарности и машинально проглотил дрожжа. Точно это была мамина таблетка. С поку раздался радостный взглаз. Возглаз. Антон, а меня нарисуешь? Антон, а меня? Можно я? Можно я? Антон, а меня? Кричали уже со всех сторон, и от неловкости я прижался к стенке с Атласа. А ты сам научился... Муж вам дома нарисовать, я дома как плакат повешу. Эй, я вообще-то первая спросила. А, Катя подползла словно гадюка незаметно, вклинившись между мной и одноклассниками. Антон меня уже обещал нарисовать по дрожжбе. Пиздеть, не мешки ворочать, поэтому иди нахуй. Да-да-да. Правда же, Антон? Нихуя. Как же пронеслось у меня в голове. Только я на что-то сгодился, так сразу ушла Катя, стала набиваться ко мне в друзья. Прости, но я уже обещал другой. Туда ее. Было видно, как дрогнуло Катя на лицо, но она молча проглотила мой ответ. Я поспешил протиснуться сквозь радостно голдящих ребят, ища Полину. А наткнулся на своих новых товарищей. Ромка и Беша на карауле... Да-да-да, Ромка и Беша караулили его расписание. И я в тебе не ошибся, Тошек. Пацан! Не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Это повело бы милицию по ложному следу, наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению свин... Семена? Свин Семена. Мы-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулил от нас в потемках? Не, не помню. Ага, я так и говорю. Атькарик, дверь! Тебя зырного на огонь, и ты кокнеть на! Базаришь! Я никого не убивал. Однако мы тебе верим, а ты нам? Ромка серьезно взглянул мне в глаза так, что стало неловко. И я закивал. Вот ты славно! Абибас! Это... Антос, а где ты так классно рисовать научился? Я смутился, но виду не подал. Ковырнул лоском ботинка в опол. Да так. У меня с детства хорошо получалось. Круто! Я вот тот художник. Паяльником по дереву вывыгаем на. Вон мамке на день рождения тюльпан замутил на разделочной доске. В общем, здорово, что мы с тобой познакомились. Только давайте не будем обниматься на радостях. Прайм, уж не пидоры. А за это банят? Да, и... По-моему, меня не забанили. Ромка понизил тон, и с подозрением оглядел коридор. Дети поклядывали, но шепотом переговариваясь. Что ж, Сема пропал, это правда. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Бешен, нервно передернулся. А ты почем знаешь? Так... Мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. А ну-ка поподробнее. Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сема в Нарнию попали? Ты куда? Посидят в лесу, с карамелькой за щекой и назад пришлепают. С карамелькой за щекой. Конечно, с карамелькой за щекой. Ясно же, кто их к себе прибрал. И кто? Неужели чурный... Маничелло! Да! Маничелло, да. Бля, буду пацаны! Это все местные Чикатилло. Мне дядька с маминой работой рассказывал. Он тоже заячью губу в поселке видел. Так, Чикатилло. Чикатилло советское серийное убийца и людоёд с целью получения сексуального удовлетворения. Убил с особой жестокостью не менее 43 женщин. Преимущество женщин и детей. Это по подтвержденным данным. И был признан вменяемым приговорен к расстрелу. Вычислить бы еще, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Слушайте, пока Тихонов лекции читал, я в его папку тайком заглянул. Там лежало кое-что. Печатка. Семина печатка. И я ее у того прихватил. Да ладно! А ну, дакет! Я воровато огляделся, а затем аккуратно показал украденный перстень. Так я и думал на... Маньетела! На части нас разрезат! Позитивно. Рому информация не впечатлила. Он лишь мрачно кинул. А еще там фотография была. С гаражом. Черно. Бяшу словно ударили под дых. Он шатнулся, рукой заслонил лицо. Бляха! Ромка закатил глаза и выругался. Опять 25. Ну, спокойно, братан. Спокойно. Бяша, ты же встречал черный гараж раньше, так? Рома говорил, ты даже заглянул в него. Бурятика била крупная дрожь, словно его ногами выбросили на стужу. Каждый мой последующий вопрос окатывал его, как из ведра. Что ты там видел? Ромка заслонил приятеля грудью, явно недовольный моим вопросом. Забудь! Ничего он тебе толком не скажет. Бяша, каждый раз мозг на бекрень сворачивает, только коснись этой темы. Коль ты теперь с нами, я тебе в первый, в последний раз рассказываю. Ромка заговорчиво слонился ко мне, брезгливо сморчиво и словно нехотя возвращаясь к воспоминаниям зашептал. Осенью мы с пацанами от нефиг дела черной магией баловались. Хотели, как обычно, призвать пиковую даму там, или над духом Пушкина постебаться. Туда-сё. Ну, собственно говоря, историю, очередную историю про ББ и гараж, в котором опять проникли дети, послушаем в следующий раз. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Всем удачи, всем пока.